привет приветствую вас друзья мои это новосибирск центральный парк здесь красивый фонтан ну кого только не встретишь в центре новосибирска там где отдыхают люди и вот известный в новосибирске политик на сибирской области теперь хорошо известный политик константин терещенко костя привет привет я тебя назвал известным в области политикам это не смущает слушай я не знаю не надеюсь ничьи чувства сейчас не задеты вот я сделал репост поэтому мы можете посмотреть и у меня проверка идет я тимура просто запустил тоже в эфир себе вот ничего не задета да ничего не задета я говорю ты теперь известный в области политик потому что ты барабинске столько шума на дело что что услышали не только в этом небольшом но своеобразном городе в чем особенность барабинска слушай что значит шума на дело ну тоже выбирался депутатом в областной совет не так много людей которые ты же самодвиженцы пошел собрал две тысячи подписей на самом деле собрали 2 2200 подписей максимальное число которое можно было сдавать 1439 все подписи сверху они пошли ну то есть мы рассматривали вычитывали это было не просто все это собрать поэтому самодвиженцев немного на самом деле было не просто все это собрать и когда я сдал подписи зарегистрировался я озвучил мысль следующую что депутаты одномандатники которые идут на округе в зак собрания должны каждый должен одномандатик собирать подписи и не менее 10-15 процентов должен собственноручно собрать сам кандидат причем это должно быть не в одном месте то есть это я как бы усложняют процесс но я скажу да чтобы не было вот этого отрыва то есть вот партийные партийные кандидаты то есть почему стараются все пойти от партии потому что не нужно собирать подписи потому что гарантия регистрации потом возможно очень конечно так проще но не ощущается не чувствуется и ты не смотришь в глаза жителям которые тебе ставят доверяют потому что это хорошо извини немножко перебил сколько продолжалась компания твоя вся вот это избирательная как ты решился и бы не начал месяца три три месяца наверное да ну сколько людей сколько людей ты увидел глаза в глаза сколько людей прошли перед тобой примерно я не знаю я думаю что тысячи четыре человек то есть по крайней мере а вот в период сбора подписи полторы тысячи точно я лично увидел то есть либо в приемной либо на собраниях а дальше пошли собрания с коллективами про проезды там сдвинска в деревне в самом барабинске потому что очень много людей знаешь но вот какое впечатление вот это от этого общения с людьми у тебя какое впечатление но люди настроены на изменения на вот это как вот в песне поется перемены а вот люди хотят изменений хотят уважительного отношения к себе хотят повышение заработных плат хотят повышение пенсий хотят качественных качественного оказания услуг в медицинских учреждениях хотят качественного образования хотят чтобы администрации исполнительные органы власти относились с уважением к их заявлениям они просто фукали да там и не переписывали друг другу эти записки ну вот я могу долго говорить вот так вот это это все поддерживаешь вот эти проблемы решения этих проблем для ты считаешь важно значит поддерживаешь то есть люди в ленивые но многие вещи совершенно справедливо озвучиваются когда их озвучивает один человек ну который там условно там не знаю недоволен власть есть же как баба-яга против да то есть вот что бы ты не предложил всегда будет против а когда ты объективно значит встречаешься с человеком да и он говорит вы знаете я не могу попасть к терапевту я сажусь в автобус ну там в селе например приезжаю значит в больницу сижу в очереди терапевта не могу попасть это не назовут вот и так происходит и такой разговор происходит с тремя-четырьмя людьми ну очевидно что эта проблема есть но как можно как можно не не поддержать этих людей и не согласиться с тем что нужны нужны изменения а люди тебя в этом поддержали люди поддержали на выборах поддержали и что же ты выигрывали проиграл в город барабинск и я выиграл сам барабинске я выиграл с большим перевесом можно посмотреть по уикам я с дополнительно еще будем анализировать какие уики проголосовали хуже за меня то есть я ну то есть хотел бы просто понять может быть причины какие-то в graders на каких участковых избирательной комиссии не доверили барабинский район 500 голосов мне не хватило до победы всего лишь 500 голосов но а сдвинский сдвинск сдвинский район тот самый знаменитый сдвинский район который всегда голосуют за посмотрите результаты голосования по конституции посмотрите together голосования по губернатору посмотрите результаты голосования по 2015 году за единую россию то есть там всегда кто за это я сдвинский район я двинский это я то есть за власть они обычно голосуют ну да вот но при этом вот допустим цветники сельский совет цветники я называю это сердце сдвинского района вот там 92 два голоса из 200 проголосовали за меня то есть там почти 50 процентов проголосовали за меня вот но это может быть какие-то личные встречи я не знаю то есть вот как что именно дало то есть вот донести мои корни километров на батал по этим району да много много потому что надо понимать то есть если допустим новосибирскому там условно там округ там какое-то количество и можно там в последние дня от дома к дому ходить и проводить там встречи то встреча например в селе новоярково который там находится в 70 километров от барабинска ну то есть 70 до 70 обратно 140 это просто чтобы съездить встретиться полгода потратить ну поэтому выстраивали логистику так чтобы несколько сел встречи встречаться с несколькими силами что касается самого барабинска проблемы на самом деле типичные что касается наказов это работа управляющей компании у нас одна муниципальная вот и многие многим людям приходилось объяснять что это не наказ это просто вот нормальная деятельность депутата контролировать работу управляющей компании вообще это на самом деле деятельность администрации а вот но у нас администрация является учредителем управляющей компании пожалуйста извини я так и не понял ты выиграл или проиграл как ты считаешь ну понимаешь чем дело что значит там проиграл что ты выиграл что ты проиграл я поздравляю с победой кто я поздрав меня барабинский поздравляют с победой в барабинском районе сейчас все звонят все уверены что я выиграл потому что результаты с уиков расходились моментально что терешника там большой перевес большой перевес большой перевес и казалось бы невозможно проиграть с перевесом вот а здесь вопрос понимающим делать амур 10 вопрос легитимности вот то есть вот этого ощущения то есть как бы батька сказал ощущение вот вопрос ощущение у сейчас беларуси же там ну интересная история вот по по бумажкам по бумажкам я проиграл а по ощущениям а по ощущениям вот победа убедительная за за мной за на за моей команды не жалеешь потерянном времени ну во первых во время не потеряны то есть за за время сбора значит наказов до за время встреч порядка 50 обращений было подано через приложение гражданский патруль стать ростислав антонов в новосибирске победил а гражданский патруль уже достаточно много времени барабинске используется это приложение порядка 50 вот просто каких-то элементарных житей там колодец не закрыт там яма на дороге столб кривой который может упасть и в этот период то есть удалось просто вот время ты не потерял что нет а по деньгам избирательная компания я закрыл расчетный счет на прошлой неделе сразу же вот получилось 108 тысяч рублей прошло через счет через избирательный порядка 70 процентов это жертвователи которые перечисли я обращался ко всем фейсбуке там в одноклассниках вконтакте знакомым писал кто откликнулся тот откликнулся самый большой платеж вадим посухов я думаю что он не постесняется что его отдельно отмечу порядка 15 тысяч рублей он перечислил вот что касается самих самих дополнительных каких-то платежей наблюдателям членом избирательной комиссии я обращался фейсбуке обращался вот люди просто пришли сказали нам мы просто вот за правду мы будем следить за этим всем нам нужно контролировать поэтому с располагающим бюджетом то есть получить такой результат я считаю что это победа а мимо бюджета расходы были новой из кандидата большим делу бензин еда бензин еда там какие-то такие там мелкие они естественно что ну то есть проводить их там через счет да там условно если поел в столовой блин ну это как бы нет невозможно вот поэтому даже что касается наблюдать у нас четыре наблюдают из новосибирска приехали нам даже их даже жильем специально дом максиму большой привет у него частный дом он себя раз и расположил поэтому спали где как могли ночевали где как могли ели что как могли поэтому у нас компания такая была достаточно дружно комп компания 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 веселая вот честно компания у нас дружно как вели соперники себя кто соперники если есть захочешь об этом рассказать в целом как так соперничество шло вот это самая борьба в общем дело то есть вот я не честно скажу не успевал следить за компаниями которые шли там новосибирске в области чего не хватило не хватило дебатов то есть тоже дополнительно я бы обязал бы все-таки одномандатников принимать участие в дебатах прям прям это обязательно то есть поэтому но тут я соглашусь я я многим кандидатам предлагал дебаты некоторые даже говорили да да согласен но так напрямую всерьез мне никто по участие в дебатах не не и не предложил мне кажется идея была хорошая потому что я поленился быть настойчивым но к сожалению это так и не реализовался жаль дебаты обязательно а так они убегали то есть у меня один кандидат то есть я чтобы понимать программу то есть все мои программные вещи да то есть они все у меня опубликованы что касается сельского хозяйства что касается малого среднего бизнеса что касается личных пособных хозяйств что касается дорог что касается производства то есть они все четко четко опубликовано что что получат жители 4 округа барабинского сдвинского района а вот поэтому не было интересно послушать о чем говорят другие кандидаты вот у кандидата от единой россии я приходил мы ну то есть совершенно спокойно сел послушал ну то есть что говорить там какие вещи по медицину о себе что рассказывать то есть ну совершенно нормально ну в дебаты в какие то вопросы там там ай там знаете там что то то есть зачем ну то есть вполне себе уважительное а к одному кандидату от кпрф я пришел ему кстати было организовано в детском садике организовано собранием администрации барабинского района согласовано значит что меня там переписку с этого ватсапа и приглашение мне направили тоже прийти вопрос сбежал вот не да ну сбежал я не знаю почему я тебе я вот теперь уже понял потому что избирательной комиссии не мне было уведомлено о собрании во вторых все таки это детский сад ну то есть надо понимать что сейчас все таки эпидемия у нас она никуда у нас не делалось и проводить собрание в детском саду в группе но это мягко говоря причем с подачи администрации мне вопросов куча но я пришел на это собрание он значит постоял постоял быть ну все я пошел ушел мы вышли на улицу женщину константин не что давать о себе расскажите тут рассказала себе и после этого стих родился в там в комментариях когда опубликовал нервы своих кандидат береги увидел терященко просто беги вот черные технологии использовать какие-то ой мама дорогая еще я только про себя не узнал вот любовницы нашлись любовницы нет не любовницы не нашлись нашлись какие-то люди которые значит под камеру в дорогих автомобилях на заднем сиденье рассказывали значит о моей жизни как я значит ее неправильно веду причем понимаешь в чем дело то есть вступать в объяснение вы знаете это все неправда там все это ну более чем глупо поэтому люди нормально это восприняли вот как использование в отношении меня какого-то черных баннеры портили очень активно баннеры польте портили но мы спасая спасали спасали баннеры красивая девушка спасала баннеры настя отришка это художница из новосибирска которая рисует в стиле ню вот и там баннера в общем висит банк у кого-то кого-то потянуло на мужские половые органы нарисовали прям вот на да вот на этом месте вот настя когда увидела значит пост об этом она говорит кость давай исправим давай картину напишу сверху да сверху да и она написала картину я думал что это будет что-то дню ну потому что ее все знают она рису рисует пишет обнаженку вот она вместо обнаженки нарисовал картина она просто не давно знает она супругу мою знает и детей моих вот она на она написала лес поле березы я бы почему она горит кость ну вот я вот вижу так вот и там получилось что вот вот здесь на груди где это было нарисовано вот это все в итоге лес поле она как я нарисовал твою душу а вот поэтому губернатор вдруг заинтересовался декларации моей как депутата городского совета причем это к выборам на самом деле юридически не относилась но заставляла то есть там участки то бумаги и ты там собирает там что-то объясняться причем я один единственный запрос был прямо от губернатора у меня письмо от губернатора до причем области травникова да прям вот прям прям письмо прям у меня есть вот прям роспись меня в двойном экземпляре потому что когда позвонили спросили куда отправлять я вот вот вам два адреса я не знаю где я получу потому что у меня здесь избирательная компания поэтому отправлять на 2 поэтому у меня два письма одинаково содержание травникова по декларации за 2018 и 2019 год но сейчас предстоит объясниться но это уже как депутат городского совета юридически это не не имело отношения к вы к выборам непосредственно по озерам расторгли договор до расторгли договор значит по озерам все знают что мы там общество охотников рыболовы где мы значит занимаемся вылова рыбы охотники рыбаки которые просто себе ловит рыбу расторгли договор значит на добычу этих расторгли договор значит со мной с моим предприятием новый колхоз не у колхоз как принято называть на аренду земли в селе но это связано как то ты считаешь это связано с выборами снашина и хотя бы сам так совпало может так совпало совпадение 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 на самом деле ну ладно это очень много это в таких случаях спрашивают какие планы кости а какие планы а планы как бы работать а вот планы работать депутатского мандата депутат городского совета тимура телефон звонит я депутат городского совета города барабинской никто не полномочия давай скажем пока пока не снимал хотя такие перспективы я так понимаю что тимур разговаривает по телефону да да коротко что какие проблемы кто звонит алё кто за беспокоит перезвоните через 20 минут я сейчас занят извините набираются набирают извините вот значит я про планы спросил план на самом деле как ну еще пойдешь на большие выборы ну вот тимур знаешь какая сейчас вот важная вещь я же как бы сейчас обратился бы наверное к депутатам которые проиграли действующим депутатам вот вы представляете сейчас ну допустим какой-то кандидат действующий депутат проиграл уже бывший депутат ну допустим бывший депутат ну вот у нас барабинский гутов например да он проиграл и одномандатный округ и списочный он не попал да вот что он теперь должен то есть я не знаю как он себя поведет да ну что он должен сейчас ах меня не выбрали все жизнь пропала а так а подожди там 20 процентов или сколько там за тебя отдала люди искренне тебе доверили свой голос они считали что ты им будешь помогать дело в том что разница между депутатом и просто жителем ее практически не существует любой житель любой гражданин может писать запросы могут может обращаться в различные органы инстанции проводить свои расследования ну что угодно контролировать исполнительную власть любой может видя там не заделанную там какую-то канаву или несостыковки в смете по расходам любой гражданин может это делать и ты будешь это делать я депутат городского совета буду это делать как гражданин а как дал твой колхоз не колхоз твоей дни рыбы нет да это как бы рыбные и весны день перед и день перед и естественно что готовится то есть когда же ну первая суббота ноября вот сидел сразу спрашивает хоть я так понимаю что тимур самая главная рыба знаете да 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 мне петя реченка гонорар пообещал натурой поэтому я жду день перед и вот поэтому как работали так и работаем и сейчас там обидится на жители что они значит отдали предпочтение но мы же понимаем почему кому были прыгать вот это очень интересно так почему выиграл тот кто выиграл как ты думаешь ты помогло ну тимур ну вот 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 тебе я думаю что и большая часть людям которые которые сейчас смотрят и будут смотреть эфир я даже думаю объяснять не стоит но дело в том что ну хорошо но откройте барабинский вестник откройте сельский труженик вот с нового года начиная вот прям откройте и вот листая 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 и в к в каждом номере в каждом выходе вот там фотография одного и того же гражданина значит который постоянно находится в движении вроде юридически это как бы не не повод для снятия или каких-то там санс но мы же понимаем да то есть сейчас вот тимур например мужчина вновь который живет новосибирске которые показывают жизнь такая как она есть разговаривать с людьми и представь с нового года сейчас про тимура начала писать газета газета же это как что написано пером то не выигрыш топором это же не интернет это вот не в не фейсбук поэтому я сейчас в каждой газете значит писать про тимура ханова и причем и тимур ханов не будет нести никаких финансовых потерь вот как это будет всегда молодец в этой газете да все то ты что вот и по я потом еще знаю что будет а потом например ну там будет а потом еще весь штат сотрудников двух администрации но я считаю городская потом двух администрации в этих соседнем районе потом в администрации в сельских советах потом ну в общем и вот этот вся махина как бы двинется при поддержке еще сателлитов других каких-то кандидатов да которые будут просто размывать размывать голоса потом включится черный черный пиар потом включится черные технологии потом включится запугивание значит потом включится финансовый шантаж и такие штуки бывают я имею ввиду бюджетный например или какой-то еще типа потому что и что за история была была вроде бы такая история что одна из деревень проголосовала недавно на некоторых предыдущих выборов не совсем так как от него бы хотели видеть власти они за это поплатились что такое мне рассказывали вот это вообще знаешь на самом деле тимур это большая ошибка депутатов которые избираются вот например представь ну например 10 сельсоветов да а вот человек проходит 8 сельсоветов проголосовала за поддержку кандидата они молодцы но по мнению депутата а 2 против проголосовал что делает обычно депутат депутат говорит ах вы за меня и проголосовали вот вам я помогать и не буду случае если бы у меня был мандат я бы наоборот поехал бы в эти два сельсовета встретился были людьми сказать а почему а почему вот 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 почему вот 8 сельсоветов меня поддержал почему у вас два сельсовет в чем причина давайте я вам помогу давайте вот сядем поговорим у меня во время сбора подписи мне такая история мне таких историй было очень много когда люди мы там приезжали там в деревню да там богатиха уже буду говорить там уже есть люди подписываются подписку и приходим к ним его нет мы не будем вот мы не будем не хотим там ну пожалуйста не бы все я от подписи давайте спокойно сядем поговорим а что ну что там почему так категорично а вот потому что не ну давай и то есть уже а потом выясняется что оказывается то и претензии так как бы и нет уже чек и подписать нет он уже готов подписать мы говорим давайте тогда после выборов все это будет происходить чтобы уже поэтому после выборов тоже будешь ними общаться у меня все социальные сети страница открыты у меня в телефонной книге и значит у меня в телефонной книге несколько чатов ватсапе с людьми которые так или иначе этот чат наблюдатели которые прям наблюдали вся информация вы же ты посмотри новости у как раз первый день избирательный когда мы приехали девяносто третью школу там все увешано там единой россии приезжаю значит в третью школу там все увешано к паре почему-то директора школу решили что теперь не директора школ теперь правоохранительные органы разбираются кто же все-таки там повесил значит агитацион агитацию значит но почему так все считают что вот этот вот такие ресурсы до школы школы медицинские какие-то учреждения образовательные учреждения они являются какой-то вотчиной то тех или иных ребят ну нет вот почему еще ну скажем так цель не достигнута есть определенный бэкграунд о действующих депутатов обратите внимание вот как депутаты преподносят бюджетные деньги которые идут как депутатский там миллиона ну типа я помог до типа я помог да вот а у загсобрания там по-моему 4 миллиона вот представь да сколько сколько можно по 100 тысяч этих или там по 50 тысяч какие учреждениям ты приезжаешь и причем это публикуется отчет пишется сверху значит депутат помог вот если если там кандидат кандидат достал от своего там эти 100 рублей и помог учреждению так достал помог это депутат помог из своей зарплаты не знаю там из спонсора понять а вот спонсор привлёк кого-то а если это выделены бюджетные деньги просто депутат решил как бы как распределить это тоже очень сказалось на результатах потому что многие воспринимали как бюджетные деньги которые принял решение распределить депутат по непонятным критериям хотя я предлагал давайте устанавливать критерии таким критериям распределяется 4 миллиона то есть это должен быть либо открытый конкурс либо должно быть какое-то софинансирование ну то есть а так ну понравился директор клуба ну давай этому клубу да или там вот вот кстати да вот тема вот в этом сельсовете за меня хорошо проголосовали а я после выборов им проектор куплю а вот там где плохо проголосовали не куплю поэтому ребят те кто избрался едьте пожалуйста там где за вас плохо проголосовали выравнивайте то есть не надо как вместить за плохие результаты голосования потому что в цветниках тех же самых не сбросили аудио запись собрания который там происходилось там просто в цветниках устроили разнос жителям за неправильные результаты но это что такое вообще ну что это такое короче короче настроение какое впечатление настроение да настроение на самом деле нормальный у нас еще сессия была у нас же депутатов районного совета не избирают у нас делегирует нас делегирует два человека от сельсоветов делать чек от барабинска вот сессия была жители написали письмо значит представителю совета значит просим делегировать речи константинов депутата районного совета логично все на все знают наказы от сел есть поддержка безоговорочная значит образование соответствует опыт сова соответствует ну пожалуйста депутата районного совета сможет представлять район город в город в районе да и район в районе может представлять нет не делегировали депутаты депутаты не делегировали я кого избрали по какому критерию я не знаю по какому критерию в общем ну и я я заключительном условиях сказал о том что я опубликую списке кто как голосовал там такой шум там сразу бурление а что такого ребят вы проголосовали за то что мне нужно делегировать ну тогда скажи почему хотя бы от один аргумент проведи почему я попросил я не услышал аргументом почему терещенко не должен быть депутатом районного совета короче жизнь у тебя бурлит и будет продолжать давай мы с тобой договорились ты будешь рассказать свои интересные истории было бы очень интересно вот истории про людей кого кого-то увидел кто тебя удивил барабин приехать просто и все да вот какая-то расскажи напоследок вот какой-то вот удивительный человек или удивительный факт за эту за эту компанию вы знаете самое я сейчас ну ты вы вот самое почему сбор подписей важен потому что ты встречаешься с людьми и смотришь им в глаза и вот некоторые люди жители там пожилой возраст особенно они смотрят и то есть они говорят ну там разговор с одной бабушкой и не хотел бы передавать то есть но хотелось бы чтобы эта бабушка пожила нормальных условиях вот поэтому много всего на самом деле то есть но именно прямой контакт с жителями ты просил я наверно тебе не знаю не ответил да много всего на стакане ну вот такой наш теперь уже областного масштаба политик константин терещенко хорошая погода куда сегодня еще как-то василию дубкову как василию дубкову когда к адвокату сейчас он не ждет вот просто блин у нас жена начать я жена тебя ведь жена она жена я сразу хочу сказать что жена у меня не декабристка не декабристка вот она меня очень сильно любит дети меня очень сильно любит очень сильно ждали вот так что давай береги семью кости хорошо буду